Йети. Ученые окончательно раскрыли тайну снежного человека. Десятки лет энтузиасты пытаются доказать, что снежный человек существует. Помимо плохого качества фото и видео, предъявляют кости, зубы, волосы, кусочки кожи, слепки следов и даже фекалий йети. Ученые внимательно изучили эти образцы и выяснили, чьи они на самом деле. Загадочный гоминид в 2003 году на индонезийском острове Флорес обнаружили останки неизвестного прежде вида древнего человека, Homo floresensis. По единственному черепу и нескольким наиболее полной сохранившимся скелетом рост флоресских людей оценили в 1 метр, а объем мозга – в 400 кубических сантиметров, что в три раза меньше, чем у современного человека. Этих людей окрестили хоббитами. А редактор журнала «Натуре» Генри Джи даже написал, что открытие родственников, живших еще 50 тысяч лет назад, совсем недавно с точки зрения антропологии, оно может свидетельствовать в пользу гипотезы о существовании снежного человека. Ети – предполагаемый древний вид гоминид, обитавший, а может, и до сих пор обитающий, в горах Центральной Азии, в Северной Америке и на Кавказе. Считается похожим на гигант апитека, крупнейшего по размерам примата, жившего в Азии 9 миллионов лет назад. А эти заговорили в начале 1950-х, когда появились первые очевидцы, утверждавшие, что повстречались с загадочным существом в Гималайских горах. С тех пор провели несколько десятков научных экспедиций, но снежного человека ни один профессиональный ученый так и не видел, а предоставленные энтузиастами останки особей вызывали сомнения. Полярные родственники к 2014 году международная группа ученых решила поставить точку в этом вопросе и выполнила анализ ДНК 30 различных образцов волос, якобы принадлежавших ети. Из каждого исследователя извлекли один и тот же короткий участок генома, а затем сравнили его с соответствующими частями ДНК разных млекопитающих. Конечно, свой вид нашелся для каждого. Среди опознанных были собаки, антилопы, медведи. Два пучка шерсти, найденные в Гималаях, генетической совпали с ДНК, извлеченные с кости ископаемого полярного медведя со Шпицбергена, жившего примерно 40 тысяч лет назад. Однако исследуемые образцы по всем признакам принадлежали существу, погибшему не более 50 лет назад. Эту загадку ученые объяснили так, древние белые медведи и их бурые родственники могли скрещиваться между собой, и некоторые из их потомков, обитающих сегодня в Гималаях, несут в себе частичку генома полярного предка. Полученные данные образцы ДНК биологи поместили в Генбанк, общедоступную базу генетических данных. Воспользовавшись этим, генетики из Оксфордского университета, Великобритания, и Датского музея естественной истории провели повторное исследование, но никаких совпадений с геномом полярного медведя не обнаружили. С ДНК современного гималайского косолапого образцы пересекались очень слабо. Как предполагают ученые, ДНК шерсти могла быть повреждена. Это часто происходит с древними образцами. Не исключена принадлежность образца и четвероногим животным, а не человекоподобной обезьяне. Осенью 2017 года группа американских, французских и норвежских биологов снова исследовала несколько десятков образцов кожи, шерсти, костей и фекалий, якобы принадлежавших снежному человеку. В этот раз провели филогенетический анализ метахондриальной ДНК, передающейся потомству по материнской линии. Ученые изучили 9 образцов кожи, костей и шерсти йети, хранящихся в Горном музее Мисснера, Италия, и в коллекции кинокомпании Icon Film Company, США. Для сравнения взяли у пакистанского зоопарка 15 образцов костей, тканей и фекалий гималайских медведей. Сопоставив ДНК, исследователи обнаружили, что за исключением одной из костей, принадлежавшей собаке, все остальные относятся к медведям, обитавшим в Гималайских горах. Таким образом, тайна снежного человека окончательно раскрыта, а полученный объем данных позволил биологам решить еще одну задачу – уточнить родословную бурых медведей, Урсус Арчтос. Оказалось, что тибетская разновидность, Урсус Арчтос Пруэносус, отделилась от сородичей около 340 тысяч лет назад, а евразийская и американская – 140 тысяч лет назад.